Добрый вечер На протяжении всего шоу будет символ скромности Амбассадор человечности Кайрат Эдель Гирей Усаживайтесь поудобнее и сделайте звук своего телевизора погромче Это телешоу Жолдус Бесен В этом проекте мы лечим звезд от болезни, которую даже врачи вылечить не могут Сейчас мы посмотрим, насколько они больны звездной болезнью И поставим им точный диагноз Ну что ж, самое интересное впереди Мы начинаем! Давайте познакомимся с нашими гостями Сегодня у нас в гостях спортсмен, имя которого болельщики никогда не забудут Футболист, уши которого бывало краснели как во время, так и после матча Казахстанский футболист, центральный защитник, рекордсмен по количеству матчей за сборную Самат Смаков! Встречаем! Добро пожаловать в учреждение Травернс Следующий гость, глубоко уважаемый, который всю жизнь защищал прямоугольник Человек, при виде которого нападающие других команд разочаровывались и уезжали домой Казахстанский футболист, вратарь, трижды чемпион Казахстана Давид Лориа! Встречаем! Давид Мурза, мы вас ждем! Браво! Давид Лориа! Ваши бурные аплодисменты! Куда с вами? Пошкедренс, Давид Мурза Гости нашего передачи, многие звезды, эстрады, певцы, актеры, блогеры У нас впервые гости футболисты, то есть вы Насколько у вас уровень звездной болезни, Давид Мурза? Особенно, когда после матча, после победы, как вы себя ведете? Надеюсь, скромно Надеюсь, скромно? В смысле надеюсь? Вы не уверены в себе? Я уверен в себе, но надеюсь, скромно Вы уверены, что вы болеете звездной болезнью или? Надеюсь, что нет Надеюсь, надеюсь, только надеетесь, да? Самат Мурза, слышите? Никогда не страдали этой болезнью И никогда, да? Нет, никогда И нам не нравилось, если в нашей команде кто-то этим начинал заболевать То есть такие факты есть, да? Бывают? Молодые особенно А вы когда в молодости не проходили этот этап? Мы воспитывались в 90-х И поэтому у нас там шансов не было Поймать звездную болезнь У нас все по понятиям Совершенно верно Ну что же, уважаемые друзья, гости Все наши гости, которые приходят на нашу программу Поначалу всегда говорят Нет, вы что? Мне до этого сейчас времени нету Звездовать, болеть этой болезнью Но во время передачи выявляется их болезнь Все ярче и ярче Ну что ж, уважаемые друзья Располагайтесь поудобнее, занимайте свои почетные места Мы начинаем, друзья Уважаемые телезрители Мы еще раз напоминаем Канал Жбек Жоле Шоу Жолдусмусом То есть Звезданутый Добро пожаловать, уважаемые друзья, гости Прежде чем мы начнем нашу игру То есть передачу Я хочу ознакомить вас с правилами нашей передачи Сейчас я и наши телезрители Будем выявлять, насколько вы болезненно переносите свою звездную болезнь На каком стадии у вас И мы в конце передачи поставим точный диагноз Прежде чем начать нашу игру Мы подготовили небольшой видеоролик Про вас Который даже зрители не знают на самом деле Какие факты есть про вас Если мы сейчас будем Вам показывать некоторые кадры Которые вы даже Возможно и будете против Чтоб мы Показываем ваши личные информации Ничего страшного? Мы же уже здесь Самат Морза Согласен полностью Ну что ж, тогда Внимание на экраны Самат Морза Про вас Самат Смаков Самат Кобирович Смаков родился 8 декабря 1978 года в городе Семипалатинск Важная информация для Самата Самат, если что, прическу можно менять Самат очень меткий футболист Он мог с 50 метров попасть белки в глаз Но Greenpeace не поддерживали его в этом Самат утром всегда добавляет себе дополнительное время сна Потому что ночью встает в туалет Когда в детстве Самат играл в футбол Его недолюбливали все воробьи района После матча Самат приходил домой с радостной новостью Что забил 2 гола Жаль только, что счет был 1-1 Когда мужики напиваются Они звонят своим бывшим девушкам Когда напивается Самат Он звонит своему бывшему тренеру Тренера футбольного клуба Елемай Самат Смаква легко можно назвать хорошим столяром Так как он тоже работает с деревьями С хорошим центральным защитником Вратари долго не видят мяч Но благодаря Самат Смаква Вратарям приходилось не только видеть мяч Но и ловить У отца Буратино Папы Карло Один деревянный ребенок А у Самат Смаква их целых 30 Роналду, Месси и Неймар Обладатели разных престижных наград в мире футбола Но они ничто пока не станут шестикратным чемпионом Казахстана Как Самат Спасибо Самат за вашу игру Вы легенда Мы бы еще сказали много чего хорошего про казахстанский футбол Но, к сожалению, больше нечего Ваши бурноаплодисменты, друзья Теперь видео про вас, Давид Морза Смотрим Давид Лоря Давид Григорьевич Лоря родился 31 октября 1981 в городе Стелиноград Давид вратарь Но он все равно бегал вместе с командой Кроссы Не для того, чтобы быть в форме А чтобы убегать от тренера после матча Давид Лоря считается легендой УЕФА Так как самые красивые голы были забиты именно ему Давид Лоря всегда гордился своим трудным именем и фамилией Ведь болельщикам было сложно запомнить, кого материть Лучших вратарей болельщики обычно называют хорошей стеной А Давида Лорю называют хорошим человеком Давид очень дружелюбный вратарь После того, как он пропускал гол Он кричал соперникам Братья, это от меня Давид Лорю болельщики называют казахским Касилесом Не потому, что он так же крут, как вратарь А потому, что он тоже 81 года рождения Давид, хотели бы вы вернуться и играть за сборную? Ну нет, так нет Давид Лоря настолько добрый человек, что если он пропустит один гол Второй он пропустит от себя А если серьезно, Давид за свою карьеру добился многих высот Трижды чемпион Казахстана Давид Спасибо за то, что пришли и терпите шутки про вас Ну мы же терпели вашу игру Шучу, шучу Человек, живая легенда Давид Лоря Браво! Не обижайтесь, все нормально, да? Если вы мне скажете, нет, я не буду терпеть, с какой устать Ребята, давайте, все, на этом халас Я встаю, ухожу Это ваш выбор А если нет, почему, ребята? Мы очень простые люди Нас народ любит Мы... Народ нас... Поднял Да? Мы простые, мы остаемся Дальше продолжаем передачу Остаетесь? Опять сказать, ну мы же здесь Мы уже здесь Продолжаем? Продолжаем Тамаша Ваши бурные аплодисменты Давайте я ознакомлю Правилами нашей игры То есть шоу состоит из разных туров В каждом из туров наши звезды собирают баллы В конце передачи мы Высчитываем баллы И определяем победителя Если кто победит Тот становится, так сказать, простым Ближе к народу А если кто проиграет В конце Тогда он выявляется Что он действительно Больно звездной болезнью То есть мы определяем Кто на самом деле звезданутый А кто близ к народу Начинаем Первый тур Называется Ессенгеме То есть Помнишь У вас вообще как с памятью, Давид Мурза? Я же вратарь Представьте, сколько раз Я об штангу головой бился А, ну тогда у вас есть У него фора То есть есть какие-то проблемы с памятью? Это до звездной болезни Или после? В принципе, вместе все это шло Разницы нету, да? Нет Самат Мурза, а у вас как? Нет, у меня нормально вроде Нормально, да? Проверим сейчас Все А по штангу головой нет? Не было такого? Нет Об колени бился Об колени Ну что ж Мы начинаем Тур Ессенгеме Самат Мурза Задаем вам 10 вопросов Вы должны ответить правильно В 1998 году Футбольный клуб Ельмая Стал чемпионом Помните? Да Так, вопрос А кто занял второе место? В 1998 году? Тарас А, нет Экибастус В 1998 В 1998 Второе место? Второе место кто занял? Экибастус После Елема Экибастус Или вы точно ответили? Батерик и Бастус Наш конкурент был А, Наран Б, Тарас Ц, Астана Д, Батер Батер Друзья, это правильный ответ Шапалах Хурмет Хошемет Керенес Так, начало Неплохо Далее продолжаем Когда вы выиграли за сборную? В каком матче и против Какой команды вы играли? Когда впервые получили Свою первую желтую карточку? 2000-й год Против Иордании, кажется Разве? Не против Катара? А, в Иордании Против Катара Перепутал Вы часто получали Желтую карточку? Вообще Насколько приятно Получать желтую карточку? Вот это Вообще неприятно Ну, смотря за что получишь За что получишь Если там с судьей ругаешься Да, с судьей агрессивно Разговариваешь А если руками Так По пучке Судью? Да Тогда сразу красно Дисквалифицировать На 10 игр Или вообще полностью Черный список До конца года могут Дисквалифицировать Так, итак Вопрос был задан Правильный ответ В Иордании В игре с Катаром В 2000 году А, Катар Б, Иордания С, Палестина Д, Пакистан С Катаром Играли с Катаром С Катаром Но? В Иордании В Иордании Да Ну что ж, уважаемые друзья И это правильный ответ Молодец Ваши бурные аплодисменты Самат Морза Дальше В каком матче Вы забили первый свой гол Будущий в составе сборной Казахстана? В 97-м году 2-го сентября Ворота 2-го сентября 97-м После обеда Или до обеда? После обеда После обеда Ага В 97-м году Автокоманда Схимик Сепногорск Сепногорск назвался? Схимик же Да Давиду Забил Свой первый гол В карьере В составе сборной РК А, РК вы говорите? РК А, РК РК я забил Сборной Бельгии Бельгии? Не Финляндии? Нет, Бельгии С пенальти Правильный ответ, друзья Мне кажется Я думал про клуб сначала Самат Морза Вам вообще Читать вот эти Варианты ответа Мне кажется Бесполезно Я думаю Дальше сложнее будет До тютельки До миллиметра Все знаете Дальше продолжаем Сколько раз В казахстанский Премьер Лиги Вы становились Бронзовым призером? А Три Б Четыре С Пять Д Шесть Три Ой-ой-ой-ой Бронза Бронза Это третье место Три Бронза Это третье место Да Три Ответ Принимаем Или как? Или думаем? Три Три Ну что ж Ответ был принят А правильно Ответ Четыре Вы Четырежды Становились Бронзовым призером Да Про бронзу Вообще Бронзу Не знаем Для нас Первое Для вас это как бы Только золото Только золото Да А так Почему получается бронзу? Почему не на золото Не работаете? Или вы уже все Прямо? Не-не Просто я не могу Вспомнить четвертое Четвертое Не можете вспомнить? Четвертое бронзу Я еще хочу Предупредить Уважаемые гости Все наши Вот эти факты То что мы вам Показываем Это все Реальные факты Мы не придумываем То есть Четыре Бронзовым Призером Вы Обладатель Или три Все-таки Два Кайрат А к тебе И семей Или май Или май 2003 Три Ну короче Бронза для вас Не важно Мы далее продолжаем Вы помогли турецкой команде Ризен Спор Выйти в Ишилигу Прошли со второго места Вопрос такой Кто прошел с первого места? Вариант ответа Прочитайте Да, прочитайте У меня просто А. Кайсири Эджи Спор Б. 1461 Трабзон С. Маниса Спор Д. Буджа Спор Маниса Маниса? Да, Маниса Спор Маниса? Маниса И это неправильный ответ Правильный ответ Кайсири Эджи Спор Ах, вот оно Второй раз подряд Давид Мурза Вот заметили Мне поначалу Когда вы пришли И сели За креслами Мне показалось Давид Мурза Более такой Звезданутый Такой А вы показались Простым А когда отвечаете На вопросы Уже второй раз Неправильно ответили Позиция ваша Меняется Все-таки Вы проще Ведете себя Далее Продолжаем С 2007 По 2012 Год Вы были В составе ФК Ахтубе Сколько матчей Вы сыграли За этот период? Матчей Вы вообще Играли там? За Ахтубе За Ахтубе Седьмой Немнадцать Или Куда Той Даже Саугис Там Сто семьдесят два Сто семьдесят пять Что это такое? А Сто семьдесят семь Б Сто семьдесят три С Сто семьдесят один Д Сто семьдесят два Сто семьдесят два Ну Сто семьдесят один Емис Да? Сто семьдесят два Сто семьдесят два Это ваш окончательный ответ? Угу Правильный ответ Сто семьдесят один На один матч Один матч вы что прогуляли? Или что? Проспал Проспал Обязательно В обед особенно В обед Далее продолжаем Сколько вы сыграли игр В Еврокубках И сколько забили голов Вот она Вариант можно? Конечно Двадцать тысяч После передачи Нет? На ума нет А Тридцать пять игр Семь голов Б Сорок пять игр Двенадцать голов С Шестьдесят игр Пятнадцать голов Д-сорок два Игры Восемь голов Еврокубках Ну Это же Самый важный Этап для Нашего Футбольного Сорок пять игр Сорок пять игр Сколько голов? Восемь? Двенадцать голов Двенадцать А сколько было забито? Восемь голов Или двенадцать? Если сорок пять То двенадцать Ну короче Сорок пять игр Сорок пять Вообще Запоминаете Сколько голов Вообще забивали? Или Общее количество Вообще забивали, да? Да, так Забиваете И Вот с какой Там Допустим Роналду вот так Радуйся А вы А вы как радуетесь? Просто к болельщикам бежал Сразу С кармана Баршюльмек А нет Правильный ответ В общем окончательно Сорок пять игр Двенадцать голов Да Я вам прочитал вариант ответа Тридцать пять игр Семь голов Сорок пять игр Двенадцать голов Шестьдесят игр Пятнадцать голов Сорок две игры Восемь голов Правильный ответ? Сорок пять Сорок пять Ну что же, уважаемые друзья Правильный ответ у нас, к сожалению Сорок два игр Восемь голов Неправильный у вас Ряд Ответ В 2014 году вы играли за Хайрат После одного поражения Вас не допустили к тренировкам Какому клубу вы тогда проиграли? Астана Точно? Не Табул? Астана Не Ахтабе? Нет, Астана Не Иртыш? Астана Правильно Почему не допустили? И я то, что заметил Вы только поражение Прямо хорошо помните, да? Ну там Меня и ряд игроков обвинили Что мы якобы продали игру И поэтому после этой игры Мы проиграли 1-0 ввели 1-0 выигрывали И проиграли 4-0 А с этими деньгами потом? А? Что сделали? Как потратили эти деньги? А? Там денег не было А там денег не было? Мы после этой игры Потом нас отстранили Мы раньше Когда во дворе играли Пацанами были? Играли Мы за сущняг играли А вы за что? У вас какие интересы там? Никаких Миллиарды Никаких интересов Ладно, ладно Давид радостный Мне кажется Давид больше получает Чем сам Атус Махов Из-за этого он радуется, да? Больше на 5 тысяч тенге Далее Сколько вы получили Желтых карточек За всю свою карьеру В футболе? Варианты Варианты? Ну как так? За всю карьеру? Ну да За 21 год Сколько карточек получил? Не сосчитаю Судьей сколько раз Спорили? Давайте я задам вопрос Каждую игру спорю Сколько раз дрались с судьей? У вас было такое? Ни разу? Ни разу нет Вот надо было драться Тогда вам Уважительно относился Я спорил, но уважительно относился Так Варианты ответов 54, 53, 55, 56 Нет вообще таки Как так нету? Максимум может быть В смысле не получали? Нет Получал максимум 14, 15 Может быть А здесь вы говорите, что это неправильно Вариант То есть больше, да? 75, 78 Максимум 14, 15, 13 Вот так Правильно Ответ 53 Не может быть 53 карточки? Да У вас удваивалось Вы прям попадали в акцию в то время Да, наверное Получали одну карточку И у вас удваивалось 53 Все наши факты Которые мы вам преподносим Это достоверная информация Ничего себе я даже не знал Далее Продолжаем Вы вообще Кроме футбола Вы еще, кажется, в волейболе Да участвуете или как? Нет Почему вы не помните 53 Желтая карточка? Тяжело запомнить Так На какой минуте Вы забили свой самый первый гол? Это действительно Никто не должен забывать Про такие моменты Самый первый гол В карьере? Профессиональной карьере Варианты 70 Какая-то там 73 74 Где-то вот так 75 Близко В 116 В 116 минуте Нет Нет Не может быть От 72 Где-то по 76 В этот минуту Вот в этом периодке А 70 Б 71 С 73 Д 72 Ну где-то 72 Пусть 73 будет Или 71 73 пусть будет Или 72 Я забил Четвертый 73 Ну что ж Уважаемые друзья Правильный ответ 72 На 72 Минуте Вы забили Самый первый гол Это давно было 97 Сразу же Через минуту Вы получили Желтую карточку Потом Это желтая Одна карточка Удвоилась на 53 раза Ваши бурные аплодисменты Самат Смахов-Марза Ооо Давид Лория-Марза Ладошки поспотели Вот Звезда футбола Зазвездился Самат Марза Ваши бурные аплодисменты Уважаемые друзья Мы далее продолжаем Наш шоу Желтого Сын То есть Звездонутый Следующий у нас гость Давид Лория Вратарь сборной Республики Казахстан Первый вопрос Когда вы играли за ФК Ризе Спор Против Какой команде Вы впервые вышли на поле Дебютировали за ФК Ризе Спор Газиантеп ББ Газиантеп Бюкшир Беледия Газиантеп Бюкшир Беледия Сколько голов вы пропустили В своей первой игре Профессионального футбола Четыре Ух ты А что так все печально Против Самата же играл Против Самата Вы же его только что хвалили Он рассказывал Как четвертый мяч Он забил в Корее Вот оно где Четыре Это правильный ответ друзья В игре против Сербии Вы получили желтую карточку На какой минуте это было То есть На какой минуте это произошло Желтая карточка Можно варианты Варианты можно То есть У меня просто вопрос такой Вратари тоже получали Желтую карточку Это как Ну бывает Вы плевались да Далеко Время тянул А время тянули Либо Мяч Ножом Нет Так 43 минута А Б 65 минута С 76 минута Д 59 минута 76 76 Ай Ай 59 минута Чего же я тянул Как же вы устали Что я на 59 Время Тянуть начал Я думаю Вы простой Ближе к народу Ладно Далее продолжаем Когда вы играли За ФК Резиспор Из 33 матча Сколько было сухих Где вы не пропустили Ни одного гола Ну вы А вы Часто пропускаете 14 Не 13 Не 18 Не 10 Не 10 Не 14 То есть Нет Варианты какие у нас 10 14 13 18 14 14 Это ваш Точный Последний ответ Да Надеюсь Надеюсь 13 У вас было 13 Я тоже рядом Где-то Постоянно Да Остальные 20 матчей Вы пропускали Каждый раз Вот когда Мы играли Во дворе Футбол Когда мы Вставали на ворота Когда пропускали Ой Так неудобно Неловко было Хотя не профессиональные Футболисты Вам Потом привыкаешь Как ощущения Потом привыкаешь Полностью Да Тамаша Далее продолжаем Какого числа Состоялся Ваш дебют За сборную Казахстана Какого числа Год не спрашиваю Просто число 2000 Май А число Май Май 27 Май 26 Май 15 Май 10 Май Ну мне кажется Вот эту дату Никогда нельзя забывать Ну Это же ваш первый Дебют За сборную Казахстана Прошло много лет 27 26 15 И 10 Да 27 26 15 10 По-моему 26 26 Это ваш окончательный ответ Пусть будет Да Друзья Правильно 26 Мая Дебютировал За сборную Казахстана Давид Лория Далее продолжаем Сколько по времени Вы находились В клубе Коршьяк Коршьяк Вы вообще помните Да Да Конечно Я правда не помню Когда я контракт подписал Ну Зазвездились Наверное Там Гонорар увидели Все Наверное Сразу Сколько Варианты Ну по-моему 9 месяцев Не больше Может даже меньше 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев 7 месяцев 5 месяцев 5 месяцев Не 6 Не 7 4 Ну если в июле Подписал То нет Я просто не помню Когда подписал Честно Ваш окончательный вердикт 5 месяцев 5 месяцев А правильно Ответ 7 месяцев Так Мне кажется Здесь Саматара Более Простой Уже Земленный Да Здесь Вы заметили Да Как он вообще Изменился Прямо Каждым вопросом Изменяется Не помню Не знаю Когда подписал Контракт Мне вообще Не интересно Далее Продолжаем В 2016 Году Проходили Восстановление После травмы В Италии Про какую Травму Идет Речь 2016 Год 16 Год Точно 16 16 Детская Травма Психологическая Травма Семейная Травма Душевная Травма Операция На спину Была Вариант Зачитать Или вы точно Помните Ну Я могу Поспорить С любым Что в 16 Году Мне сделали Операцию На спину На спину Ну Это Совершенно Правильный Ответ А что Случилось Вообще Грыжа А Грыжа Да Операцию Помните А контракт Нет Да Ну Операция Это конечно Болезнь Но В Да В 2018 В этом году Против какой Команды Вы сыграли Свой Крайний Матч Ну уже Можно сказать Последний Матч 2000 Я сыграл Против Команды За которую Долго Выступал В предыдущие Годы Против РТШ За кого Или против Кого Против Против РТШ Может Против Табола Нет Против РТШ Давай я 10 тысяч Добавлю Скажи Табол Иртыш Иртыш Совершенно Правильный Ответ Так Далее Играя за Сборную Республик Казахстан Против Какой Команды Вы пропустили Максимальное Количество Голов Против России 6 6 Ой Ба Не болно И мне больно Больно Вот такие Защитники У меня были Туда надо Разворачиваться Спрашивать Вы же правильно Показали Что Вратарям С ним Ловить Приходилось Да Но 6 голов Это В первом Тайме В двух Таймах А в двух Таймах Вы Что В то время Делали Лайкали Инстаграм Смотрели Или что Вы чем-то Заняты были Или как Москва Вы же знаете Ну пока приехал В Москву Туда Сюда А то есть Когда матч шел Вы Сели в метро Сошли с Китая Город Не доехал И в Красную И в Красную площадь Фотографировались С Лениным Сталином Пришли А уже 6 А уже 6 А сама Там и стояла На воротаре И пробивал Все голы Да Спасибо Далее Продолжаем Так правильно Неправильно Правильно Смотрели Правильно, ответ 76. Он вас все время защищал, чтобы вы... Если бы он в России вас не защищал, вы пропустили бы 10 голов. Может быть. А здесь 6 вы пропустили, потому что он хорошо вас защищал. Видимо, я не запомнил игру. Вот. То есть... Ладно, Шабала Хурмет, Кошемед Киргас. Ну, когда ты успел 76-ю сыграть? 76 с Румынией последний. Ну, короче, дома разберетесь, ребята. Далее продолжаем. У нас тур называется «Есенгеме». То есть, помнишь, из 10 вопросов Самат ответил на 4 вопросов правильно, а Давид Лориа Морза на 7. Ваши бурные аплодисменты. Это хороший показатель за первый тур. Ну, что ж, у нас... Заканчиваем игру, все понятно. У нас второй тур. Танадымба. То есть... Танадымба. Узнал. Так. Второй тур у нас здесь уже проще. Не надо ничего вспоминать. Даты, там, время, год. Здесь будет три вопроса. Первое – фото-вопросы. По три. Второе – аудио-вопросы. Аудио-вопросы можно прослушать по два раза. И третий вопрос – это будет видео-вопрос. Самат Морза, начинаем с вас. Давайте. Вообще, как у вас на фото-память, то есть... Сейчас посмотрим. Зрительная память, а? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Ну что ж, первое – фото. Это где вы? Вы здесь поете гимн Узбекистана. Кто рядом с вами? Я вам могу подсказать. У него пять пальцев. Ротарь – это мы играли... А, это Стас Покатилов. Точно? Да. Точно, точно. Покатилов. Стас Покатилов. Вы всегда его рядом берете, да? Вместе ходите? В основном, всегда Давид стоял рядом. Давид стоял. На этот раз? Покатилов. После шести голов вы его убрали и вместе с Стасом ходите, да? И это совершенно верный ответ, друзья. Стас Покатилов. Так. Далее продолжаем. Кто с вами рядом на этой фотографии? Ну, Давид. Где это? Что ты заглядываешь? Там не видно. Нет, нет, я смотрю, где мы находимся. На фото Давид Лория. Давид. Это, кажется, Рустем Амаров. Да, да, да. Из сериала. Рус Амаров. Многие сериалы? Патруль, Матруль, Саке. Рус Амаров. Самый культовый сериал Саке. Саке, да. Это правильный ответ. Смотрим. Шапалах, фурмет, хошемит тернис. Так, третий фото-вопрос. Криштиану. Криштиану. Хойнши. А сзади? Мигель, кажется. Кажется, Мигель. А это Криштиан. Сзади случайно не Давид Лори? Мигель. Может, он перебежал на поле, чтобы сфотографироваться? Нет, ты же не летал на эту игру. Юра играл. Нет, Давида не был. Юра счастливчик, да? Юра очень хорошо сыграл, Новиков. Юра сфоткался? Наверное. Я думаю, тогда вот этот парень впереди с Юрой фоткался. Правильный ответ. Смотрим. Криштик, Роналду и... Мигель. Мигель, Ману? Мигель, да. Нет, это, кажется, Мурат Женебеков. Правильно. Шабалах, Хурмет, Хошемед, Тиранис. Мигель, фото-вопросы. Давид Мрза. Давайте. Смотрим. Давайте здесь определим, кто настоящий Давид. Слева, справа, посередине. Но здесь Кака и Жулио Сезар. Сразу что ли так? Ответ. Кака и Жулио Сезар. Сезар. Правильный ответ. Смотрим. Совершенно правильный ответ. Правильно. Далее. Продолжаем. Ух ты, это где вообще вы? Так, это... Это фото, Давид Мрза. Это фото. Рядом с вами кто? Слева, справа. Я знаю. Сэм, ты должен быть рядом. И Ула, да? Каражигитов, по-моему. Ну, вроде бы так. Вроде бы так, да? Да. Смотрим, правильный ответ. В Турции. Совершенно верно. Улан Каражигитов. Самат Смахов. Так, теперь. Следующий фото-вопрос. Вы здесь поймали или пропустили? Здесь не пропустил, я точно. Здесь точно. Когда была сделана эта фотография? Это матч Астана-Эртыш. Это 2015 год. Какого дня? Осень. Осень? Воскресенье, суббота? Ну, этого не могу, я точно не помню. Счет какой был? 1-0. В пользу? В пользу Астаны. В пользу Астаны. Правильно. 31 октября. Астана. Стадион Астана-Арена. Шабалахурмет. Кошемет Теренес. Так. Теперь. Аудио. Вопрос. Здесь надо внимательно слушать. Самат Мрза. Готов. Сызге. Самат. Салиметь себе. Минь, бадам, сеги футболу баржури. Футбол ойнаты бемес. Сыз вон. Шумуска са көпсу. Кара жумуска. Айтыпшылап кеп түргой. Футбол ойнаты бемес. Айтыпшылап кеп түргой. Ещё раз можно прослушать? Ещё раз можно. Салиметь себе. Минь, бадам сеги футболу баржури. Футбол ойнаты бемес. Сыз вон. Шумуска са көпсу. Кара жумуска. Айтыпшылап кеп түргой. Ужас, да? Воспитательная работа. Это мама игрока. Из проекта Супербол. Из проекта Супербол. Супербол. Кто, наверное, не прошёл, да? Чей-то ребёнок. Давид Мурза, вы просто криспинг не умничаете. Не мог я. Давайте мы прослушаем ваше аудио. Давид, получается, всё готово. Как вы и сказали, мы, получается, со стадиона газон взяли и возле вашего дома поселили. Всё на связи. Я думал, в футболе коррупции нет. Оказывается, здесь, да? По-чёрному. Не, ну и всегда, конечно, домой. То есть это правда? Это факт? Всё домой, конечно. Всё домой. Вплоть до газона? Газон самый первый, а всё домой. Травка зелёная. То есть вы газон взяли, постелили себе во двор. И тренировался. И в этом помог его тренировался, который мальчик. Вы вместе его заставили работать? Нет, это он воспитывал, я тренировался. То есть вот этот газон постелил мальчик, да, который жалуются родители? То вы совместно вообще что творите, ребята? Работаю. Работаете? Вы кайфуете, ребята? Конечно, это же был пранк. Да, я понял, такого никогда не нужно. Да, мы просто хотели подзарядить вас, подготовить к вопросу, аудио-вопросу. Давайте слушаем правильный аудио-вопрос Самат Морза. Братала, всё вот это, как у меня вот это, синее. XL, XL, бомба. Вообще бомба. Не алвац, бомба алвац. Это я кому-то говорил, какую-то майку размером XL. Вы отправляли именно вот это голосовое сообщение, кому-то другая. Так, XL, бомба. XL, бомба. Что это XL? Размер XL. Ну, с XL гимитетом связано. У меня нет, у меня кто-то просил, я просто... В смысле, колготки, пижамы? Нет, нет, футболку. Приближается. Футболку просил у меня кто-то. Зима, осень. И я передал, что вот этому человеку надо XL как раз майку. Не помню кому. То есть XL, размер... У меня кто-то заказал ее, я дальше это сообщение... Видать, сфотом я это... То есть мало что вы газоном себе домой... Вы еще футболками торгуете, что ли? Нет, нет, нет. А по оптовым ценам? Раздаете? Кому вы отправляли это? Кому я отправлял это? Быстро отвечайте, я сейчас милицию вызову. А варианты есть? Вариантов нету здесь. Тут без вариантов вы продавали. Селф, за сколка. Сейчас мы пригласим на студию антикор. Не, просто я являюсь амбассадором одежды Португалии. Португалию ищут. Не, иди, иди. Вот. В этом... У нас в форуме. В форуме. И там спортивная одежда. Спортивная одежда. И у меня кто-то заказал вот эту майку. Понравилась, наверное, как у меня. Я просто сказал такую же, только XL. XL, да? Да. С крестьяном договорились. Пополам поделились. Еще есть третий между вами, который имеет... Так, правильный ответ. Кому вы отправляли данное аудио? Я мог отправить это... Или Диасу, или Ярнуру. Или Диасу, или Ярнуру. Правильный ответ. Ярнур, либо Диас? Диас. Диас. Ответ. Ярнур Нурасханов владеет магазином лимитированной одежды, в том числе и для Самата. Ярнур, лиди. Пожалуйста. А вот третий человек в доле, это и есть Диас. То есть вы, Нурик и Диас. Тамаша, теперь ваш вопрос аудио. Как проснешься, отдохнешь и так далее, дай знать, поедем куда-нибудь, пообедаем. То есть... Это Айдын. В смысле Айдын? Это вы? Нет, это Айдын. Только он у нас кушать любит. Это Айдын. Нет, это ваш голос. Вы отправляли. Это Заву Айдына. Отправлял Айдын. Вы отправляли. Заву Айдына, говорю. Я понял, что я сам себя узнал. То есть вы приглашаете Айдына, да? Да, кушать он любит. Кушать он. А мне такое ощущение, как будто вы рано утром раньше встали, ушли по делам, осталась дамочка, и вы приглашаете в обед. Проснулась. Ну просто Жанам, Панам не говорите, чтобы не спалиться. Есть такое? На меня смотрят, надеются. Нет, ну он там сказал. И так далее. Что значит и так далее? Нет, проснешься, отдохнешься. Проснешься, отдохнешься. И так далее. Проснешься, малышка. Был такой? Айдын. Вы отправляли Айдыну. Правильный ответ. Вы отправляли это аудиосообщение Рустему Умарову. Давайте послушаем. Раке, как проснешься, отдохнешь и так далее. Дай знать. Он меня заигнорил, кстати, тогда. Раке. Да, он меня заигнорил. Заигнорил? Да. Ну, наверное, не просто так. Надо позвонить, узнать. Ради этого шоу Жолдус Бусын он вас и проигнорил. Тамаша, Хурмет, Хошмет, Терегас. Видео, вопрос. Смотрим Самат Мрза. Сайпербол. Стоянком яс. Во, учись, Давид. Там не фишка. Это я. А это вы. Так, теперь вопрос. Поймали или пропустили? Вы же забиваете. Я здесь забил. Забили? Да. Может, поймал? Как вы думаете, поймали? Или желтую карточку взяли? Подожди, Давид, это ты стоишь? Да? Забил. Если он забил. Давид, это же вообще... Смотрите. Это он. Если ты не взял Терегас, то это Мрза, значит. Там много ударов просто было. Пять-шесть ударов. И все, он пропустил, что ли? Вы вообще когда-нибудь ловите меня? Я? От него? Да. Всегда? Всегда? Ну, вот смотрите. Забил, забил. Мне кажется, он, кажется, зазвизелся и говорит то, что забил. Так, по вашему варианту вы забили, да? Ну, тот нижний угол. Нижний угол. Мимо. Давид Морза? Мимо, мимо. Мимо. Ну что ж, уважаемые друзья, уберите ворота с видео. Смотрим. Это же не я. Вы даже не старались ловить. Так не я там в воротах. А кто там? Дядя какой-то, это не я. Дядя? Посмотрите хорошенько. Вы уже дядя Сергей. Верните назад. Ты же сказал, это ты. Не я перепутал, посмотри, высокий. Кто? Вон он, я стою. Я себя от такого роста был бы, я бы талантливый был бы. Вон он, я слева иду. А вы слева, да? То есть вы ему подсказали, как пропустить гол, как профессионал. С России играли, он также стоял в стороне от ворот. Да. Когда шесть пропустил. Ну, там аша. Так что, так что, звездную не ловите, Самат Кабирович. Вы забили молодому мальчику. Правильный ответ. Шабалах Курмет Хошимик Теренес. Ваши бурные аплодисменты. Теперь видео вопрос. Давид Лория, вам. Поймал, не поймал. Вопрос. Салам Аликул, Давид. Всем привет. Меня зовут Алма Абекбаев. Я был ассистентом главного тренера в проекте Супербол. Внимание, вопрос. 19 июля 23 года. С кем был матч у нас? Против кого? И каким счетом он закончился? На проекте Супербол. Все. Вариантов у нас нет. Вы были главным менеджером. Вы думаете, я числа, что на числа обращал внимание? Ну, как это? Это же первый проект Супербол. Международный матч. Это народная игра была Супербол. Все болели. Мы болели. Ну, как так можно забыть важную дату? Ну, если это был финальный матч тогда в Астане. В Астане. 19 июля. Это не финальный был. Но был международный матч. Тогда против команды Дордой. А? 19 июля против команды Дордой. Ага. Счет закончился со счетом? По-моему, 5-3. Ну, близко, но не точно. 5 или 6-3. Что-то такое. Давайте послушаем. Правильный ответ. Внимание, правильный ответ. Игра закончилась со счетом 6-2. Мы играли против команды Дордой-Бишкейк. Мы пенальти не забили. Да. Ну, мы засчитываем этот ответ как правильный ответ. Потому что, да, чуть-чуть у вас было такое схождение. Но ФК Дордой. Спасибо. Тамаша. Ну, что ж, уважаемые друзья, дамы и господа, телезрители. Телеканал Жбек Жоле. Проект шоу Жолдус Бусын. Звезданутый. Конец второго тура. Ну, что ж. У нас третий тур. Это Жопе. То есть, ответь. Так. Суть игры заключается в том, что я буду вам задавать вопросы. Ну, вопросы, они не сложные. Это просто базовое знание школьников. Вы, футболисты, должны быть интеллектуально развиты. То есть, вы должны знать про историю. Историю Казахстана. Историю футбола. Мирового футбола. Шелковый путь. Османская империя. Римская империя. Вот. Или у вас, хотя это уже Доптеверген, небо старых взрывов. Пробитого полного взрыва. Я буду задавать быстро-быстро. Вы должны отвечать быстро-быстро. Двоем, да, отвечать должны? Двоем, вместе. По очереди. А, ну, хорошо. По очереди или кто знает, быстро ответил. Быстро-быстро по очереди. Кто знает, тот ответил, да? Кто знает, тот ответил. Кто не знает, пропустил. Кто промолчал. Ну, что ж. Третий тур. Жаваппер. Начинаем. Самат Морза. Сколько было в казахском алфавите? 38. А? 38? 38? Нет, 42. Кто автор Абайжолу? Абайжолу? Абай. Автор Абайжолу? Абай. Мухтаровец, неправильно. Настоящее имя Аблайхана? Настоящее имя Аблайхана? Рустам? Аблайхан? Нет, настоящее имя. Абельмансур? Ой. Столица Турции? Анкара. Правильно. Сколько будет, если умножить 7 на 0? 7. Неправильно, 0. Закончим пословицу. Где родился? Там и пригодился. Правильно. У отца Егерима есть три дочери. Гульсая, Жансая. А третья? Третья. Еще раз. А? Еще раз. У отца Егерима есть три дочери. Гульсая, Жансая. А третья? А? Айгерим. Нет, не Айгерим, а Айжансая. Дорфс, правильно. Айгерим. Так, какое государство занимает 10 место по площади в мире? Ой. Девятое место это мы. Это 10? Австралия. Нет, Алжир. Сколько есть министерств в Казахстане? Министерств? Шесть. Нет, 21. Сколько слов на зидание есть у Абая Хунамбаева? Ой, пропускаю. 45. Из чего делает изюм? Изюм, изюм. Из чего? Изюм. Каждый день. С чаем запиваем. Изюм. Вкусное, сладкое. Изюм. Из чего делается? Из сахара? А? Из чего? Из сахара? Из винограда. Да, юмки. Ой, бааа. Самый большой музыкальный инструмент? Самый большой, ну как, профессионал, футболист. Ты же должен знать. Фортепиано. Нет, Арган. Сколько хромосом у одного человека? Сколько хромосом? У вас сколько хромосом? Две. Нет, 46. Как звали? Цариц Усаков. Цариц Усаков. Тамара. Нет, Тамирис. Первый космонавт, полетевший в космос из Казахстана? Токтар. Токтар Аубакир, правильно. Первое название города Хазларда? У-у-у. А мечеть, когда появилась национальная валюта Казахстана? Национальная валюта Казахстана? 93 после развала? 93? 93. Правильно. 2 плюс 5 умножить на 2? 2 плюс 5 умножить на 2, 12. Правильно. Когда началась Вторая мировая война? Первый. Нет, 39-м. Последний хан Казахского ханства? Аблхайр хан. Кеннисара. Кеннисара. Ой, бааа. Где вы такие вопросы берете? Ну, это история, ребята. В общем, мне кажется, знаете... Давайте заново еще раз повторим. Мы же не учились. Кроме футбола ничего не знаете. Мы же не учились. Не учились мы. Это базово? Это в школе преподавали все это? Нам не учились. Мы нам говорили, вы играете или футбол, или учеба. Вы не учились, вы не учились просто. Мы не учились. Вот. Ну что ж, уважаемые друзья, подытожим третий тур. Это Жоопер. Из 10 вопросов Самат Морза ответил на 3. А Давид Лория Морза ответил всего лишь... А, то есть у вас ровно. По три ответа у вас было. Ну что ж, уважаемые друзья, мы далее продолжаем. Четвертый тур. Табал Майсен. Правила игры. Центр, зала, то есть на сцену мы приглашаем четырех гостей, которые прямиком к вам имеют отношение. Допустим, может быть, родственники, может, когда-то вы вместе игрались, либо это преподаватель, либо это ваша даже, может быть, первая любовь, которую вы в ауле бросили и ее оставили с дочкой. Ха, шучу. Самат Морза. Готов. Начнуем с вас или с вас. Почему вы каждый раз уступаете Самату? Он старше вас? Конечно. Или вы его бросаете под мясорубку? Нет, он старше, а мы проверяем. Каждый раз. А, старше проверяем. Ну что ж, Самат Морза, давайте, уважаемые друзья, под вашими бурными аплодисментами пригласим наших гостей, которые мы подготовили специально для Самата Смахова. Ваши бурные аплодисменты. Встречаем наших гостей. Встречаемые аплодисменты. Вам нравятся эти гости? Вам они кого-то напоминают? Вы где-то встречались с ними? А кепки нельзя снимать, да? Кепку? Да. Нельзя. Холодно. Холодно. Проветривают. Вообще не могу понять. Вопрос. В 2020 году из четырех гостей вы посещали в больнице проведать его? Он заболел? Да. И спустя года вы встретились на большом футболе в Казахстане. Ваша задача узнать и указать на этого человека. Как его зовут? На какой позиции он играл? Позиция. Позиция, давайте определим, кто. Номер три. А? Номер три. Номер три. У вас есть минута, время? Три. Номер три. Вы можете пообщаться, задать вопросы. Имя можете спросить. Нет, номер три. Вы прямо вот так. Да, позицию теперь. Он вам должен или что? Нет, ничего не должен. Сколько он у вас брал? Имя спросите, как тебе? Как вас зовут третий? Адлет. Адлет. А второй? Вас как зовут? Адлет. Ух ты. Четвертый? Адлет. Первый? Адлет. Адлет. Адлет номер три, Адлет. А? Номер три, Адлет. Я навещал его. Здесь четыре Адлета. Я могу еще три Адлета пригласить. Под номером три Адлет я навещал его в больнице, когда он был подарил. В каком больнице? В каком городе? Здесь Алматы. Здесь Алматы. Да, напротив центрального стадиона. Ага. Я его навещал, он тогда, ну, намного меньше был после операции. Ага. И потом мы с ним в двадцать втором году уже встретились на футбольном поле. Я в качестве тренера, он в качестве игрока. Вот так вот. Самат Марза, вы выбрали третьего гостя, и вы думаете, что это правильный ответ. Если это будет правильный ответ, гость сделает шаг вперед. Если будет неправильный ответ, гость остается гостей на местах. Ну что ж. Номер три. Номер три. Исключительно точный, уверенный ваш ответ. Да, совершенно верно. Ну что ж. Сделайте один шаг вперед. Браво! Шабала Хурмет, Кошемет Теренес. Точный ответ. Можете снять бейсболку, маску, очки, руки положите на пол. Адлет, можете пожать ноги. Как зовут? Адлетик. Давид Глория. Значит, Адлет является юным футболистом сборного Казахстана? Нет, он был на проекте Супербол в 22-м году, в 23-м году. Так. Сборная Казахстана была макаблит? Это же тема? Как вы думаете? Ну, видите, все зависит от здоровья. Шансы есть у всех. Вы на Суперболе ему обещали золотую карьеру. У него был шанс, он его использовал. К сожалению, в современном спорте он может не пройти по состоянию здоровья. Ага. Но, в принципе, он может постелить газон. Он может, он любит футбол, не обязательно будет футболистом, он просто может приносить пользу в футболе, но в другой сфере. Я хотел бы добавить, в 2023 году Адлет, играя в финале проекта Супербол против команды QG Лиги, забил один из мячей. Респект, Адлет. Удачи тебе. Самое главное, успехов. Выздоравливай. А менеджер Рахмат. Гости, спасибо. Мы вас проводим за пределами нашей студии. А вы его сразу узнали? Я по взгляду узнал потом. А, по взгляду. Надо было их очки сделать черные, да? Ну что ж, Давид, держитесь. У вас вообще сложно. Вообще капец. Трындец, можно так сказать. Приглашаем наших гостей, которые мы подготовили специально для Давида Глории. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, кто они? Вы узнали, кто они? Суперболовцы. Это люди, которые вам ставили газон во дворе вашего дома или кто? Еще не доехали они. Не доехали. Узнали? Конечно. Я надеюсь. Надеюсь. Да. Где вы играли с ними? Когда встречались? Нет, ну эти ребята участвовали в проекте Супербол. Вопрос в чем? В каком сезоне? О-о-о-о. Раз, два. Двадцать три. Двадцать два. Вот. И на двадцать три тоже участвовал на кастингах. Было? Молчат. Давид Мурза, вопрос заключается в том, что вы подобрали, то есть выбрали этих ребят из разных городов нашей страны. Это финалисты проекта Супербол, второго сезона. С какого они города? О-о-о. Выбирали, выбирали. Как их зовут, какой их рост и у кого сколько кредитов? Я сдаюсь. Нет, из какого города? Вот, допустим, вы можете, вы же выбирали сами. Не сам Ацмах выбирал. Ну и сама тоже помогала. Нет, в этом году я не выбирал. В 23-м не выбирал. В 22-м. Так. По именам, может, запомнишь? Фамилия? Нет, по именам, может. По именам? По именам, наоборот, еще сложнее. У нас, я думаю, 16 тысяч человек. Нет, я помню, что был в Туркестане, был в Чемкенте. Вы три месяца ездили. Да, а как вы думаете? Ну, я никак не думаю. Вы прошли этот этап. Они должны знать, что даже чтобы имя футболиста запомнить, это нужно очень сильно заслужить своей игрой, своей работой. Два месяца они вместе с вами были. Вы жили вместе, обедали, завтракали. Нет, у меня другая миссия была. А моя миссия была приехать, посмотреть, как они себя ведут, как играют. И, к сожалению, я для них был таким недобрым дядей, потому что кто-то из них всегда покидал проект. Давайте сделаем так, Давид Маза. Они все играли на финальном матче. Хотя бы давайте сделаем так. В каких позициях играли игроки, которые стоят… Крайний защитник. Защитник. Второй. Крайний защитник. То есть первый защитник, второй игрок. Опорный хав. Так. Третий. Получается… Третий сын Акима. Нет, нет, нет. Несколько позиций ты у нас играл. Но это же ваша работа. Вы должны распределять по позициям. Но они же меняют позиции. Крайний полузащитник. То есть третий игрок – крайний полузащитник. Крайний полузащитник, а четвертый? Смеется. И… Ну, он тоже центральный защитник. А? Центральный защитник играл. Центральный защитник. То есть вы думаете, вы ответили правильно, верно? Ну… Ну что ж, давайте гости. Вы сами скажите, в каких позициях вы играли? Правый защитник. Правый защитник. Крайний защитник. Так. Второй игрок? Левый нападающий. Левый нападающий. Левый вингер, значит, да? Ага. Левого нападающего у нас не было по тактике. Третий? Центральный защитник. Центральный защитник. Центральный. Четвертый? Центральный защитник. Центральный защитник. Ну, в принципе… Одного не угадал. Да. Одного не угадал. Одного не угадали. Не запомнил. А так, красавчик Дарья, Давид Лори. Спасибо, мы вас провожаем. Ну, конечно. Определять по позициям Игроков Это значит Надо как бы тоже Чутье должен быть Дело в том что они на проекте играли Во многих позициях Возможно допустим один матч они играли Как он говорит левого нападающего В тактике в игре не было В тактической схеме левого нападающего Был левый крайний полузащитник Поэтому То есть центральный защитник Он мог играть и опорного хава Центрального полузащитника Как играл когда-то Самат Он играл и центрального защитника И опорного полузащитника Ну что ж уважаемые друзья Дамы и господа Телеканал Жбек Жоле Шоу звезданутый У нас в гостях Наша гордость нашей страны Игроки сборной республики Казахстан Давид Лория Легенды казахстанского футбола Самат Смахов и Давид Лория Подытожим нашу игру Сегодняшнюю программу Прошу вас пройти Мы вас приглашаем Дорогие зрители телеканала Жбек Жоле Шоу звезданутый У нас в истории Первый раз Оба гости Набрали одинаковые очки Теперь Мы хотим Их поздравить У вас ничья И подарить Каждому по этому Статуэтку Жолдузбасын То есть вы оба Получается Звезданутые Но вы достойны Быть звездой Потому что вы Легенды нашего футбола Мы вами гордимся И огромное спасибо За то что вы есть За то что вы Развиваете футбол Нашей страны Самат Морза Это вам Давид Морза Это вам Ну что ж Дорогие гости У вас есть какие-то Может пожелания Слова на путь Нашим зрителям Будущим Футболистам Вашим кумирам Нашим детям Которые Чтобы они тоже Играли в футбол Хорошо Развивали футбол Нашей страны Как вы Но не были Звезданутыми Вот Я бы наверное Сказал что Любите футбол Идите к своей мечте И хорошо учитесь в школе Как показывает Практика Это очень нужно Самат Морза Во-первых Хочу поблагодарить За то что пригласили нас Нам действительно Очень приятно Всем Тем юным футболистам Которые мечтают И хотят стать Футболистами Мировой величины Как Давид сказал Надо хорошо учиться Но прежде всего Еще надо любить футбол Отдавать себя футболу И только потом Со временем Футбол назад все вернет Тамаша Ну что ж Уважаемые друзья Мы с вами не прощаемся До новых встреч На телеканале Жбек Жоле Шоу Звезданутые Удачи Успехов Пока Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин